Матковод Он один из самых востребованных в Германии, то есть практически не обходится никаких мероприятий, выставок, чтобы его не приглашали. Он обязательно присутствует, очень молодой, инновационный, много экспериментирует, ставит экспериментов. Очень хорошую пчелу, показывает очень хорошие результаты по медосбору. Допустим, если в среднем 20-30 килограмм максимально получается по Германии, он легко делает у себя в среднем по пасеке 90 килограмм в их условиях, с их медоносами. Это очень сильный результат. Не стесняйтесь, задавайте ему вопросы. И переводить будет Евгений Руд, тоже всем известный. Я попрошу на сцену Бернат Хойвил и Евгений Руд. Расли, добрый день. Расли, добрый день. Мне 40 лет, geheirат и женат. У меня есть маленькая девушка, Johanna. Она маленькая deutsche, и я профессиональный рынок. И он является профессиональным человеком. Я родился из Норвеста. Он живет в Германии, в Норд-Транбессфале. Земля называется. Он хочет всех вас поприветствовать от чароватов, профессионалов Германии. АПЛОДИСМЕНТЫ. Да, я тоже очень активно политически активно, но не только политически активно, но и политически активно. В этом году мы 13.000 Миловольдер в Германии, в Германии. В 2008 году. В 2008 году мы были 13 000 Витов-Волгар. В 2008 году мы были 13 000 Витов-Волгар. И потом они начали ставить свои права. Их было много человек, где они demonstрировали, протестировали, представили. Импер, которые хотели показать, что пчеловодцы имеют права. Как пчеловод. Хобби. Любитель. И я не могла пчеловодцы, не могла пчеловодцы, не могла пчеловодцы. И он всегда давал им рейться. Он был очень begeistert от бина, и он был очень поглотом с школами. И он был очень поглотом с школами. И тогда он начал это интересно развиваться. Я начал рейтингом, потому что он был очень легко. И тогда он начал уже заниматься рамочными улейами. И он был очень много улей, и поэтому получил много мёда. Он очень много систем улей попробовал. И я был очень много улей, и вот эти у него еще остались. И если он имеет столько много семей, то он вынужден качевать. И так как много пчел, они могут сильно быстро голодать, и поэтому надо постоянно искать источник. И тогда он был очень много улей, и он был очень много улей, и это привело к работе. И как это слышит, традиционно, я у меня девушка, когда она родилась в Москве, Павел и Пчелы познакомить ее с Пчелами. Это такие сумасшедшие маленькие он показывает. Я беру очень много игроков, которые он может быть в этом, и я всегда говорю, что мы работаем без шлаи. Он много очень работает с начинающими Пчелами, и показывает, как работать без маски, без защиты, чтобы с Пчелами так работать. Он без маски и без страха. И это все равно. Все не должны быть в этом. Одинаково, что маленькие дети, что взрослые, не должны иметь страх от Пчелы. Это очень хорошо, поэтому мы имеем настолько хорошую Пчелу. Окей, это вот на Ауствайфан, которые я получил. Одинаково, да? Это совершенно неизвестно. Тут он как бы представлен, на нем написали общество профессионалов Пчеловодов, как Ауствайфан. И это вот конкретная пропаганда того, что пчеловоды должны работать вместе с фермерами или с холдингами, аграрными. Очень просто разговаривать с фермерами напрямую, через какие-то третьи лица или заходить в сад. Но теперь вернемся обратно к теме. И вот я бы хотел бы сегодня представить брат Адам. Он в данный момент хочет рассказать вам о Аулии и брате Адама. И о работе с шиитом. Это сложно сказать. И работа с диафрагмой. Ожидания всегда высоки. Как сказал его на один старый друг. Не улья приносят мёд, а пчёлы приносят мёд. Если пчёлам всё хорошо, тогда будет и гад. И это брат Адам. И это брат Адам. Как вы понимаете, как вы думаете, что нужно пчёлам? Как вы думаете, что нужно пчёлам? Ещё не будет заниматься? Это бывает всё, что такое, когда мы делали в холдинге при пользах. Поэтому в каждом ничего не с вами дальности. Поэтому у нас делать много работы при взятке. Возвращиваемся к личному делу, где вы поймете, когда мёртинг на время. Поэтому нет причин. Адам. Гнездо улет должно соответствовать работоспособности матки. Гнездо улечения гнездо улечения, за счет диапрагмана, но и Кёнигин и их Легерайсов решат, как мы обеспечиваем грудь. Качество матки определяет, мы сжимаем или расширяем. Но я хочу это сейчас genau. Один Кёнигин лежит примерно, скажем, если грудь есть. Средняя матка может 20 тысячи дней 2000 ея в день. Хорошо. Хорошо. Если вы считаете, через 21 дней время развития в фаспорте, тогда будет примерно 40 тысяч человек, которые в один кёнигин 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 Plus Проут. Этот размер, который нужен для матки, чтобы сесть. В один кёнигин в один кёнигин для Манкин на 20 дней. Но по-моему, кёнигин уничтожают отбелы Некоторые матки нуждаются в 40 тысячах ячеек, некоторые матки нуждаются в 20 тысячах ячеек. На основании этого мы должны для каждой матки иметь представление примерно какую силу рамок она должна обстеживать, и мы должны это делать, и тогда будет Ули подходить под эту матку конкретно. Это на самом деле как бы не практично, поэтому мы используем один раздельный решеток. Я сейчас как бы собрал картину, и на что он хотел сказать. Он объясняет то, что мы не можем постоянно под каждую матку делать отдельные ули под ее трудоспособность, так сказать. И поэтому, чтобы не делать эти ули, мы должны работать с диафрагмой, то есть регулировать 1, 2, 3 рамки, то есть в силу 7 по работе способностей матки. Я бы сейчас сказал, что это сделано. Хорошо. Да. 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 И так далее. Да. 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 Вы読няюешку, а то есть специальные детали eines Тогда эта ячейка будет вычищена, и в идеальном гнезде, которая, как соответствующую силу себе, матка должна опять начать сеять именно в этом месте, в этом ячейке. Примерно так это выглядит изнутри, наружу. То есть тут мы можете видеть, как именно было середина и по крайней мере произошло. Что случится, что будет, если у нас будет сильно много сотов. Что будет, если у нас будет большая езда? Вот этот цикл, как бы вот этого расхождения, вот этой спирали будет длиннее. Через один день выходит ячейка номер один, будет вычищена и будет стоять пустой. Матка будет только еще работать на краях рамки. На 20-й рамке. Что случится? Если эта ячейка будет после выхода почищена, то если гнездо будет не соответствующим размерам, туда будут заходить пыльца и нектары. А если будет взяток, то туда пойдет гектар. Матка приходит обратно в 25-й день. И она не может ложить яйцо, потому что она уже занята пыльцом и нектаром. И тогда матка начинает растягивать свой расплод петачками по всем рамкам. Что случилось сейчас? Матка не откладывает больше яиц. Она откладывает то же количество. Но это количество, то есть получается не одной рамки, она в меньшем количестве. Как выглядит гнездо, которое подобрано под матку? Я прошу понять, потому что как бы немецкий сложно перевести. Я понимаю, что он имеет, но я не знаю просто как в некоторых словах будет. То есть это все... В общем, он объясняет то, что когда мы работать будем с диафрагмой, как будет выглядеть гнездо именно, которое подходит для матки. То есть ни большой, ни маленький. Гнездо не имеет пустых ячеек. Это гигиеничные ячейки, которые заполнены кольцом. И тут они складывают тот корм, которым они нуждаются. И это гигиеничные ячейки, в которых печёры оттапливаются, но греются. Или греют расходы, я не знаю, не в таком месте. Это наноценное тапление. Это не в таком месте. Это работает в каких раз таких пулях. В принципе. Если ваше гнездо не будет соответствовать силе Сибири, то... В таком уровне будут вылететь три расплодных гнезда, которые будут стоять на друг друге, эти три фокуса. И это будет полно нектаром апельсов. И расплод таким образом будет разделен по всем сотам. Если пчелам это нужно все обогреть, тогда должны для этой работы выделить очень много пчел для обогрева. Так как они должны обогревать очень большую площадь. И одна пчелак-карминец, примерно заботится о четырех личниках. И она не уходит далеко от тех ячеек, которых она заботится. Эти пчелы кормятся на поиске внизу и вверху. И они будут высохнуть от пчелы, которые получат фото. И они будут вылететь. И мы видим пчелы, которые доносят пчелы до пчел-карминец. В данный момент мы посмотрим, как происходит в природе. Это один человек из Америки, который собирает вот эти вот деревья по всему миру. У вас, что он находит внутри этих дубл, это очень маленький размер, как диаметр. Самое такое распространенное, это 20 сантиметров диаметр. И вот эти вот постройки вабен, сотые, они очень, получается, узкие, но высокие. Так выглядит разрез. Если вы сейчас посмотрите, то что квадратиками сверху это запас меда, а внизу это распрод. Это в одном музее Испании. На одной клюшке вот они оставили пчелы жить и вот так вот пчелы строили все. Как вы видите, они построили очень длинные соты. Это конкретно труба камина разобрана. Так выглядит вот некий пчел и на основе этого делал один доклад ветеринар. Он показывает и в этом докладе то, что в природе генисго соответствует стиле пчел. Это очень хорошо видно там, где пчелы строят естественным путем. И пчелы начинают продолжать вниз дальше строить. И пчелы отстраивают такой размер гнезда, тот который они могут осилить. Если пчелина будет слабый, то он отстроит естественно маленький гнезда. Если это большой, хороший рой, то он отстроит до конца все полностью. Что будет, если матка слабенькая и рой слабенький? Получается, что они уже не обсиживают все рамки, и тогда придет восковая моля. И тогда у нас есть эти крайние рамки, которые не будут обсижены пчелами. В природе мы можем наблюдать то, что размер гнезда соответствует стиле пчел. Если гнезда будет широкий, то есть, если гнезда будет широкий, то есть, если гнезда будет широкий. В природе не имеется того гнезда, которое бы не подходило пчелам, которые живут в этом дупле. Используется намного меньше пчелками. Я не знаю, как перевести на русский пчел, которые ухаживают за всем. Если гнездо растянуто, то есть, как разбросано, тогда семья нуждается в большем количестве пчелками. В природе мы можем думать о том, что вы этуегистративную торговлю использовали к гнезду. Гнездо в той семье, которое... Гнездо выборы, которые... Сила, семья соответствует внизу, так сказать, правильно. Намного теплее. В природе, это немного меньше и это легче, чтобы нагревать многое. Так как объем гнезда намного меньше, и пчелы намного плотнее обсиживают и лучше там. Моя опыта есть, что бене в идеальном грунт-рауме меньше свернуть. Его наблюдения показали то, что если размер не сдаст соответствующей силе семьи, тогда пчелы намного меньше роятся. И это абсолютно обязательно используется в породу пчел. Продолжение следует... Почему? Я не знаю, что в этом случае, что бене в нормальном грунт-рауме будут более длинные роста в нормальном грунт-рауме. Скажем, что бене в нормальном грунт-рауме есть много бене в нормальном грунт-рауме. Если когда у вас получается при большой массе пчел в в оптимальном грунт-рауме, больше пчел, чем в нормальной семье. И в случае немного бывают в нормальном грунте, без целя sozusagen что она умеет больше пчел. Это все связано с тем, что они в начале периоды так изношены. Есть такая новая работа, это наблюдение. Она показывает, что в Вене, если шлипфенная бротфляга, они умирают раньше. Вене. 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 Те пчелы, которые ухажут именно за вышедшими молодыми пчелами, не умирают быстрее. Что-то думало, ребята, в портный период. Нет, ну, если... Я сейчас просто... Я начальник-то правильно все перевел, я просто потом запутался маленько. Вот те пчелы, которые ухажут от яйца до запечатывания ячейки, они... Ихний жизненный цикл никак не скажется на них, то есть на их жизни этот период. А те пчелы, которые ухажут за рабочей пчелы, именно когда она выходит из ячейки, это очень сильно на них влияет, поэтому они погибают раньше. А если пчелы становятся старее и умирают, то есть на них, то есть на них больше и на других. Всё. То есть, вот... Можем мы так далее. Можем мы так далее. Сейчас мы видим, что если 20.000 веке в Вене и в Вене и в Вене и в Вене и в Вене, то они могут их саммельствовать. А если 20.000 веке в Вене и в Вене, то, что вы хотите собирать. Это написано в массовой литературе. Когда размер гнезда соответствует матке и гнездо оптимально, тогда пчелы уже при размере 10.000 особей начинают собирать мёд. Одна пчела запоется примерно на 4 ячейках. И если когда у нас имеется 40.000 ячеек, тогда нам надо примерно тоже 10.000 пчел кормиться. А если у нас очень большое гнездо будет, которое разбросано от паули, тогда получается концентрация очень большая в работе пчел намного больше нужна. И в один определенный момент все пчелы будут свободны. Они будут чистить гнездо, гигиену. И они могут тоже собирать мёд. И эти 10.000 пчелы, которые ухаживают за личниками, не будут старее. И они будут при трехнедельном возрасте быть такими, как при шестинедельном возрасте. Примерно. И поэтому мы видим, что с днём вверх. И с днём вверх. И с днём вверх. И с днём вверх. Когда гнездо компактное. Когда гнездо warm, то они будут полностью развиты. И с днём вверх. 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 будет намного немножко длиннее, тогда развитие холодного нельзя развития, чего идет маленько дольше. И тогда дочка, да, она развивается, есть больше времени развития, так сказать. В общем, если теплое гнездо, то получается развитие, чего развивается в 21 день, и тогда рождается 1,6, да, в общем, одна шестая вещь, а если холодное гнездо, то получается цикл пчелы, развивает, развитие происходит дальше, и тогда вот эти молодые клещи, у них есть на оплодотворение период, больше просто это уже ворота с тем, потом, я не знаю, кто знает, это и Херцедевец, и Генбарова, и Сьян. Получается, перед тем, как запечатывают клещинку, мать клеща, вот этот именно, ну как тяжело перевести по-русски, это проще, да, как бы рассказать. Мать клеща кладет первое яйцо, из первого яйца рождается, не оплодотворенного яйца рождается самец клеща. Потом рождается примерно 3-4 самки, и самец начинает их чпокать. Вот, и получается, если у нас холодные клещи, то у нас время чпока не увеличится, и соответственно сестер больше и всё еще больше. Заведание, я бы хотел, чтобы встали эти ворованки, это как раз, когда мы говорим, то есть люди, то есть люди, то есть люди, то есть, то есть, и дальше поэтому, когда мы изучаем, то есть еще больше времени. И тогда, чтобы мы строиме, то есть, ну а потом встань 1,6 миль, то есть 2,4 миль. И за счет того, что если у нас гнездо охлажденное, мы даем преимущество клещу, то есть с 1.6 до 2.4. Ein warmes Brutnest hält die ВОО-entwicklung? Оптимальное гнездо издерживает развитие Воротоза. Und ein kaltes Brutnest fördert die Воротоза? Одно, как сказать, не соответствующее, гнездо не оптимально, но наоборот, соответствует, способствует развитию Воротоза. Почему пчелы из рамок роют, как бы, стабильно, ну, оптимально, да, строят? Да, у него дома пчелы роятся примерно с 20 по 25 мая. Им стабильно. Это, сейчас он объясняет, как бы, да, с 20 по 25 мая, да, он сказал, а сейчас он про рамки расскажет. Это я вам говорю, я вам объясняю, что у него есть те, которые, как бы, в аквариумах живут пчелы, как он в самом начале показал, не уля. То есть, ну, как вот, если вы рой посадите, будете просто за ним наблюдать. Нет, это раи, вот эти, вот, которые живут сами по себе, сейчас он, он покрасит. Это безранская караса, это будет. Если пчеловод работает с рамками, то примерно период роения начинается на две-три недели раньше. Если вы имеете компактное гнездо, то есть, если вы имеете компактное гнездо, то у вас оптимальный разнос феромона по гнездо. И это делает пчел довольными. Если вы начинаете делить расход и... Тогда, естественно, получается, как растение этого феромона. И тогда пчелам это не нравится. Что такое недовольные пчелы? Пчелы думают о том, что матка уже не может контролировать гнездо. И если матка уже не может, как сказать... Утранфагэшен, это знаете как... Не нравится ли мне? Нет, я сейчас просто объясняю. Если матка не может, как бы, обработать, да, то есть... Просто тяжело пересечить. В общем, если матка работает, то есть хорошо, да, то есть она... Пчелы думают, что она контролирует, да, гнездо. А если когда гнездо получается растянуто и феромон растянут, тогда пчелы думают, что матка как бы что-то дефектное. И тогда они хотят поменять. Поэтому оптимально гнездо намного меньше раяния. Можете делать с маленькими семьями очень много мёда. А он имеет примерно две рамки додана с расходом. И он может сделать с двух рамок 30 кг мёда. С двумя рамками. А если вы, как этот рамок снимаете, то есть он и вещество, и это можно изжить, как он и контролирует конечно же рамки. А если вы, как он... В общем, он вообще не будет. Это теперь Клисский, который занимает лето, вот эта работа на Бадмадку. И в конце концов, мы уже начинаем диафрагму. Он зимует на 8-12 рамках года. Весной после того, как пчелы облетались, он начинает сжимать гнездо оптимально, чтобы было оптимально. И в феврале это все делается в феврале и начинает матка уже сеять. Почему? Почему начинается все в феврале? Потому что у нас ранние зятки начинают цвести сады, вишня. Они должны начинать зимой сеять, чтобы они были готовы к раннему взятку. Это делают все пчелиные семьи, то есть они чувствуют свой климат. И самое, как сказать, самое правильное его работа необходимое начинается именно в феврале. Потому что в феврале он может выявить, что в феврале он может выявить, что в феврале он может выявить. Как она начинает развиваться и сколько рамок они займут. И это уже примерно 4-5 рамок засела. И он знает, что эта матка уже... Т.е. когда он выявил, что они не знают, что они не знают, что они не знают, что они не знают. Но вот мне нравится, которые они знают. И они знают? Т.е. как вот хершн это владеть или вот... Я не знаю, как совчетик перевести. Сейчас кто-то сказал оптимальное, я понимаю, что надо сказать. Хершн это то, что именно нам можно и контролировать, так сказать. Примерно это все 12 февраля. Примерно это все 12 февраля. Примерно это все 12 февраля. В февраля мы имеем только яйца и открытый расплод. И не имеем закрытого расплода. Или очень мало. И яйца и яйца не так подвержены охлаждению, как закрытый расплод. И этот февраля премьер 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 премьер. Если вы будете смотреть пчел в феврале, когда идет именно фаза яйца и реченьки, то вы не настолько ненужны. Нанесете вреда, как вы это будете делать в апреле, когда у вас будет закрытый расплод, потому что холод именно влияет на закрытый расплод. И я ищу в розыгры. Я беру все работы в феврале. Он делает все работы в феврале. Он делает все работы в феврале. и он пчелам больше не подходит от того времени, когда он должен одевать медовый корпус. И они имеют в виду их в руке и они вверх до первого уровня? Пчелы находятся в покое и развиваются, и ждут второй корпус. В феврале нет нектаров в суток, и нет нектаров, когда ты работаешь, и нет нектаров. Это одна старая книга для профессиональных ингредиентов. И здесь уже написано, что футер-зафт в Винтере из Винтера из Винтера. А тут в этой книге пишется о том, что как будет хитиновое тело, или откуда жир пчелы берут? Жировое тело, зимнее жир, и из пчелы выкармливают пчелы, так как нет нектара, то пчелы берут вот этот накопленный жир и выкармливают. И первый раз в год не кормится пыльцом именно белком пчелы, то, что они накопляют. Из своего вот этого жира они вырабатывают кормовый сок, я не знаю, как по-русски это будет, и выкармливают первую пчелу. Если вы не находите в феврале расхода пчел, то это говорит о том, что ваши пчелы были слабые или худые, и сказали, что у них нет этого жира. Он отнашивает членную семью и смотрит, куда он может поставить диафрагму. Мы смотрим, где находится яйцо. Только яйца с расплодом, с яйцом, ставятся в гнездовой части. И все камень-жиры берутся в гнездовой бут, и все камень-жиры, и все камень-жиры берутся в гнездо. Возвращение к гнезда и гнезда. Только, ну, с расходом и сельцом рамки собираюсь, если все кормы уходят в другую сторону. Я купил здесь футер-ташу как тренд-шипер, да? На данной картинке он представляет вам диафрагму в виде кормушки. То есть кормушка послужит диафрагмой, так можно сказать. Есть иногда динамины, а есть иногда динамины, но нет в феврале. Есть такие слабенькие семьи, которые имеют мало пчел и, как они, ниже думают. И если он видит такие рамки, то он берет все пустые рамки. Должно быть минимум половина съедена. На этих рамках они будут строить гнездо с маткей. То есть он забирает все полугустые рамки, которые не засеяны. Если он при первом осмотре... Если он смоет вот эти семи, которые слабые, то есть которых нет яйца, то есть он на первом примере показал те семи, которые уже при первом осмотре имеют личинку и яйцо, то он делает вот это, как кормушки было показано. Если он смоет те семьи, которые слабые, то он убирает себе пустые рамки и полные рамки. И берет оптимальные рамки, на которые... полупустые, так сказать, на которые пчелы могли бы оптимально выстроить гнездо. И когда таким образом собрано гнездо, матка работает на этих рамках и откладывает яйца. И как они сейчас используются? И так получается, пчелы постоянно... как... ну, носят свои рамки, да, свои рамки. Это не делают любой тип Юлев. занимает некоторые рамки. Потому что иногда можно ф Santos поп是的... И потом будет массажная рамка палка на этих рамках, потому что теперь она защищает gewe 잡ник за them, конечно же вниз. И конце Elo Fiore, спорт от нап concretы на них сжигают так resposta к юлев, и онаtake по бригадам грам моркови и напитывается по этомуńку. Это был маленькийoses knight. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Можете ли они с Реинговым флёгом? Да, это Реинговым флёгом, но не может быть. Можно это делать с Реинговым флёгом. Но очень внимательно. Эти работы здесь, когда холодно, но очень осторожно. Даже если не было первого лета. Да. Я думаю, что... Он считает, что... Он считает, что... Он считает, что будет холодно. Нет, нет, нет. Он считает, что будет холодно. Да, это значит. Это может быть холодно. Но он должен очень холодно работать. Он будет хорошо, когда они летят. Это модно сделать в небольшом холоде. Но лучше будет, когда пчёлы будут летать. Это именно ту работу, чтобы спасили. Да, это всё. Это всё. В феврале я еще раз подниму шины. В феврале он очищает контулеры от прополиса. Чтобы они были чистыми. Чтобы рамки свободно двигались, без каких-либо усилий. Ее легче и ровнее вы работаете, desto ровнее с ровными 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 ровными. В феврале он срезает третью частью ровными 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 ровными. Для того, чтобы ровными 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 р Не, февор, вы знаете? Поехали. Это мое твое, мы работали. Не, не, не. Это тоже мое твое. На февору работать, не? Да, но я тут как-то так, но я не думаю так, что у вас нет. Говорю твое. Дальше. Говорю, нажмими на сетки и передавайте их в проект. Дальше. И всегда пересекает нас. И в двух местах. И в этом работе. «Воdem, как смотрите, это – это всё весело». Дальше. Я хочу извиниться, просто я не могу донести, что человек хочет донести, поэтому мне очень тяжело, у нас получается прыг-прыг и я не могу собрать. Все эти работы, вот то, что он делает, да, что он объяснил, вот это вот, собирает они, то есть, оптимальное гнездо делать, когда разделяет диафрагму, в одно время они очищают все пропорисы, чтобы рамка эта все двигалась, чтобы можно было свободно работать, меньше беспокоить пчел, и тут же отрезают они в это же время вот эту третью часть, потрудняя, и это тоже идет сюда же, в гнездо, где матка работает. Что? Одна рамка. Он объясняет то, что если целая рамка расплода будет труднее, вот это сильно много для, ну, как, это будет сильно много труднее, и это сильно много будет стоить, ну, как, экономически. Друзья! Друзья жила бы как, пожалуйста! Осман fragt, если дрон будет с фетом, то дрон будет с золотой? Да, но с боли, да? Когда первая пыльца идет, они начнут его кормить. Из винтерсбек будет только работа на бруд, а из фрисшей боли идут sofort в дрон? Под этим жиром. Артем, как будет жир? Жировое тело. Жировым телом только выкармливаются рабочие чолы, а когда пойдет первая пыльца, тогда он начнет свою кормлеровую дню. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! 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 Возвращение в Волиг. Вы можете из каждой Гасси на каждую Волиг. Да, да. Да, да. Вы можете сделать это? Да, это будет... ...это для меня сложнее, чтобы понять, почему это будет не так. Поэтому... Если я на селегий к pantок, то все кончатеры проживающие и ладаные оттечки, то чтобы я селегить положение из параллель, то, что ты теперь оселил. Ведим селегом проживайте на бутылке. И до селегающих ростов. Продолжение следует... 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 Затем? Не, не. Кольный раут еген. Попробуем, что я не могу. А, со янтожен. Не, я могу очень быстро сглахать, без водоположения, чтобы не было водоположения. И, пока я его раубь, я дредь, я еще один подвескал. По 180 граду. Когда он ставит второй медовый корпус, то предыдущий корпус он ставит нормальное положение. Не прибежок. То есть нормальное. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Тогда пчёлы думают, блин, куда мёд пропал. И у них это равно сосудность поддевает. И в то же время они надевают корпус, второй корпус медовый. То есть получается гнездо, медовый корпус и медовый корпус. То есть всё так вот. Субтитры добавил DimaTorzok В смысле? Субтитры добавил DimaTorzok Знаете, честно, по размерам очень интересно. Субтитры добавил DimaTorzok 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 zok Субтитры добавил DimaTorzok В этом месте будет находиться диафрагма. Тут останется корм. И он оставит его в покое. Сюда будет положена решетка. И будет поставлен корпус с отстроенной сушью. В этом месте пчелы начнут собирать и спадать гектар. И когда он будет ставить следующий корпус, дрею я его сюда вверх. И будет видно, что с этой стороны будет полная часть, а с той же стороны будет пустая часть. Это будет как давно место для работы. И сразу будет поставлен второй медовый корпус. Когда будет то занесено, пчелы сразу понесут наверх. И когда он будет надевать следующий раз, дрею я его сюда вверх. Он развернет второй корпус и поставит третий корпус. И и всегда и продолжен. И все. И оно будет продолжение? Вверх. 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 Ни золи не утрешли, он так останется. Дреконинги заявили, что он может приготовиться, и что он может mét us. Матка в феврале еще показала, на что она способна, и она просто не сможет работать по всему корпусу. Если он поставит туда одну рамку, то она будет занесена полицей сразу. Если рамка будет на две трети занесена полицей, то он убирает такие рамки. Если в данном месте находится мало рамок, а матка может еще больше работать, то если они могут больше, то они могут больше, то они будут нечем. Матка может больше нечем, но они просто нечем. Это не плохо, но не шаг, если они там меньше. Этот метод не мешает работать, даже если матка, как лябина или лябина, это никак не вредит. Матка не ловнет от того, что она у нас. Она будет работать медленнее, но кто проживет больше. Да. Какой период у нас на третьей фигуре? Дальше. Первая фигуре? Такой март. Это не очень важно говорить по погоде. И это начинается конец марта и начало апреля. И там находится не так много пчел работниц, там больше будет этих летных пчел. Я сетя очень много пчел, потому что я буду на нектар-пуфер-спеихер. И не всегда будут все оттягиваться. Это может быть, что все оттягиваться, и они будут всегда оттягиваться. Я всегда сетя очень много пчел. Тут он показал на этом рисунке то, что последний корпус у него всегда пустой и это является резервом, как бы безопасности для гектара, для выпарения, так сказать. Поэтому у него он считает больше меда из-за того, что он имеет вот этот резерв сверху. Если у него не будет находиться вот этого резервного места, то пчелы начинают строить... И это является знаком ошибки, и это говорит о том, что он должен поставить еще один корпус. Для гектара будет ausgebreitet, и потом потом, когда его будет сушить, он в любом случае будет сложен ниже. Чем вот этот четвертый корпус пока нет. И этот гектар имеет большую поверхность, и эта большая поверхность, тем больше поверхность испарения получается, и тем быстрее процесс медосбора усилился, так сказать. Чем больше поверхность испарения, тем быстрее медосбора усилился. Кроме того, что он ваше медиа, он ваше медиа, а потом ваше медиа. И вот и поэтому он ваше медиа, который он ваше медиа, он ваше медиа. И я из всех корпуса составляю себя обратно. Окей. Да, шип для лимада, да. Да. Да, зле. Комбедля. Он не убирает диафрагму, а там, где будет рамка, просто своё пространство будет. А в зоне столько рамок? В зоне столько рамок, а сколько может матка? Ну, не вонас будет. 6 и 10. Сколько рамок, сколько рамок? Везгородскому и уже, в принципе, я их вступаю, сколько рамок, сколько рамок и они могут запустить. когда он вступает абсолютно девять, а 9, 12 прав. Он вступает, что есть матки, что могут засеять 8 рамок, и есть матки, которые могут засеять 3 рамки. Таки диафрагмы, таки. Сколько может. Доброе утро! Первый корпус, я сейчас из-за этого, а последний раз я с керпусом и перимешку стоит. И здесь можно вверх? Нет, вверх, 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 вверх? Нет, сейчас вверх. Вверх, 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 вверх. Вверх, 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 вверх. В Сирии у него всегда стоят в обстроенной рамке, а по краям машина. Нету, нету, нету. Мы сетем, по-другому, сетем мы всегда оценим. В Сирии у него есть много новой рамки. Если мне не понравится, то я их просто покажу. Но в Сирии у него есть милые рамки. Встреча с футтером. В конце сезона, когда он уже сезон кончился, он убирает диафрагму, заставляет все вощиной, убирает все рамки, которые не нужны, делает с них отводки и начинает кормить тем, что они кормят. В конце сезон кончился кормит и стимулирует все рамки. В конце сезон кончился кормит и стимулирует все рамки. В конце сезон кончился кормит и стимулирует все рамки. И он в любом случае ставит корпуса, расширение всегда наверх, никогда мертвым. В конце сезон кончился кормит и стимулирует все рамки. Если вы видите такое, то это говорит о том, что у вас было сильно мало места под вот этой вот дошпегливой Пуфер. В конце сезон кончился кормит и стимулирует. В конце сезон кончился кормит и стимулирует все рамки. Тут показано то, что он рисовал. Верхний корпус ставится на гнездо, потом ставится ударитель и все последующие корпуса с медом составляются на ударитель. Мой дочь все видит и пробуется медом составляет качество медом составляет. И его дочь dangалет на качество медом составляет употребление медом составляет хранилием. Мой дочь постоянно пробивает медом составляет. Его дочка делает пробу мёда на качество. Это так выглядит у него мобильное помещение по откачке мёда, с которым он может приехать туда, куда хочет. И в самом этом рецепте находится стол для распечатки сотов и недогонка. И вот здесь мы видим... В общем, тележку мы видим. Тут вилочным погрузчиком мы видим, что стоит всё это на этой тележке корпуса и он подаёт это в прицеп, чтобы облегчить работу. И вот так я иду. И вот здесь возвращаюсь к Тракту и то, что встанут в течение двух переходов и так далее. И вот в будущем, когда вы можете приехать в тяпли, где вы будете ехать. И кастанья. И кастану. кто знает что такое кукушка часы с кукушкой все знают вот откуда часы это черный лес я не знаю так и будет черный лес он находится на юге баден-юхтерберга то есть самый в германии и там есть такая ель которая дает падевый мед в ушами и туда собираются все люди сейчас про это маленько разговор просто чтобы вы поняли что происходит многих лак и чуть потому что мед очень дорогой кукушка в этой швакцвальд является родиной кукукур у нас был импер романтик, мы кохнем кафе на смоке, тут вы видите шла романтику пчеловода, ты спрашиваешь майонн центр германии, на побои, тут всякие романтики кукушка в марье пчеловодск прекрасная сторона против зар Toest над ровной достав. тон. вот Продолжение следует... Когда семья находится в таком состоянии, когда наверху три корпуса мёда, то он не дурачок, чтобы снимать эти корпуса и делать контроль раения. Потому что это тяжело очень. Как это происходит? Это одна колька. Это одна матка. И здесь я уберу одну сторону от плёга. Тут будет отрезано одно крыло. Что он добивается? Когда пчёлка начинает родиться? Семья. Когда пчёлка начинает родиться? Когда пчёлка начинает родиться? После того, как будет закрыт раевой маточник, тогда вылетает рой. Когда у меня начат primeira матка, то она переходит с дойной стороны. Когда я на одну сторону с короткой, то она переходит на свете. Давайте стремиться. Когда она переходит с дойной стороны. Как же пчёлка начинает родиться? Когда она переходит в эту сторону? тут мы видим на картинке если он имеет прилетную доску которая упирается в землю то есть до самой земли если мы имеем прилетной доски матка просто вылетает и падает и там благополучно скончается если он имеет прилетную доску которая будет идти до земли там а также можно вируса батна и здесь в карте на 8 таг- это может быть Это не работает, когда вы отрежете оба крыла. Это не работает, когда вы отрежете оба крыла. Если вы отрежете оба крыла, то вы отрежете оба крыла. Это не работает, когда вы отрежете оба крыла. Если у вас не будет прилетной доски, то ваша матка вылетит и погибнет. И, соответственно, пчелы зайдут обратно. Но если у вас есть длинная прилетная доска, то ваша матка возвращается обратно. Если у нее отрезано одно крыло, то матка упрыгивает далеко и погибает. И до того момента, когда вы отрежете, то есть матка заходит и работает там обратно. Я так хорошо понял, что с кем-лигином сухой, она работает weiter langsam. Матка возвращается, то есть получается обратно, работа не приливается. Ну, маленькие цикловки. Но у него есть, то есть вот эти вот... 60 плюс... 60 плюс... 60 плюс... 60 плюс... Матка возвращается приливается и... У него есть примерно 20 дней запасов, чтобы не делать вот эту контроль... Именно в то время, когда... Медовые корпуса, чтобы не работать тулойщем, как бы телом... Снимать или одевать... И здесь я сетя первый хонигаум. Первый хонигаум. Как вы говорите? Мидуру колпус. Мк. Мк. Первый хонигаум. И здесь все хонигаумы. Она скрещается сюда, и вот здесь! Сейчас одна хонигаумаумааааааааааааааааааааааааааааааааaааааа. Здесь нет Холигмонки. Это уже не холигмонки. Или лирка. Но они должны быть уже полным. Если это дать долго, то должно быть. Мои тракты дают примерно 10 дней. Или 14, 15, 21, но тогда нужно еще раз. Но я не хочу делать Холигмонки. Но я не хочу делать Холигмонки, Я не могу понять, что я не могу. Я не могу понять, что я не могу понять. То есть, получается, за счет вот этих 20 дней примерно, да, вот этого времени, которое у него есть, именно это скорбина на том, что сам мегасбор длится примерно 10 дней. И у него есть возможность, что за эти 20 дней, то есть мед созреет, он уберет, он не будет снимать корпуса, то есть над собой издеваться, убирать корпуса и контролируя маточники или еще что-то там, это, раение, так скажем. И он будет контролировать маточку, да, то есть у него рассчитано так, что он уже снимет корпуса или у него будет стоять только один, вот этот пустой корпус, который был наверху, самый верхний, то есть он это проверит тогда. Это именно из-за того, что не работает, как сказать, для спины, в общем, чтобы было полезно. Я делаю 100 волька по день, в шланг-контроле. А он делает 107 в день на контролируя маточник. И это возможно только тогда, когда не будет корпуса с медом. И, как gesagt, это немного длится, но это нужно, но я попробую, чтобы... Если мед созреет длительный, то, естественно, ты должен в промежутке смотреть, но лучше, как он не такой длинный. Я просто, потому что, если я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу, что я не могу. Атеистские крыла, он уже выиграл время. И я делаю фан-контролируя между каждым трехом. И у него есть возможность сделать контролируя маточник между мезоспорами. the Unterschied between schwarmträger and schwarm lustig, also schwarmfreudig, if one will swarming will or another will not so schwarming. schwarmträger, schwarmлüssig, можно того, чтобы это не versucht. also, schwarmлüssig, unter anderem schwarmfreudig. was ist der Unterschied? Какая ринза между сильно рожимыми пчелами и не сильно рожимыми пчелами? Есть пчелы, которые делают малые рожимы. В чем разница? У рожимых пчелы, если пчелы хотят рожиться при запечатанных матчниках, то есть, что пчелы не прекратят рожимы, а ложат, ложат, ложат. У тех, кто не так склонен к краю, не упустят мать, то пчелы не прекратят рожимы. Украшает рожим. Украшает рожимцы Святая еян о nationale больше рожимы. В Bret Boulder говорит во ст.-комф Продолжение следует... 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 Если работать в этом направлении, то это облегчает вашу работу. Когда уже нет медовых корпусов, он делает контроль раения, отодвигает диафрагму. Например, четыре, пять раенки. И он отодвигает диафрагму. И он отодвигает диафрагму. И он отодвигает диафрагму. И он отодвигает диафрагму. И он отодвигает диафрагму и она должна быть полностью сеян. И должно быть не так много гектара, не так много пульсоветера и не должно быть матушников. Возвращение вверх, вверх. 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 Когда он сдвигает гнездо обратно, и еще диафрагмы нет, получается, он видит раннюю рамку, туда заглядывает, смотрит, сколько гектар и 30 там. Если там все хорошо, он все сдвигает, это говорит о том, что все готово. Я ziehe по швампу контролю только одну рамку. Если он при контроле обнаружит много нектар или гнездо в этой рамке, то получается, что он должен идти по всем рамкам по рамочным осмотром сделать. То есть, когда он видит то, что рамка не полная расхода, то есть в этой рамке присутствует. Много пыльцы и нектара, это может быть как сигнал, потому что может быть раевое состояние. Тогда он смотрит по рамочным. Он смотрит по рамке, если там все хорошо, то потом он смотрит раннюю рамку, то есть там все нормально, не так много пыльц и нектара, то он все сдвигает и идет следующая... Очень быстро. Очень быстро. Д Это не пустое пространство, они не используются. В общем, эта пустота очень важна. Если вы будете работать без диафрагмы, где будут летные пчелы, когда дождь или ночью? Нachts? Нет, нachts. Erstmal с флажным боденом. Нет. Они сидят в боденстве? Они сидят в боденстве. Они сидят в боденстве. Если вы будете использовать полностью заполненный корпус, то ваши пчелетные пчелы будут сидеть в этом первом корпусе. Я покажу вам что еще не так. В бодене сидят ночью в бодене. В бодене. В бодене сидят ночью в бодене. В бодене сидят на бодене. Если у вас будет полная гнездочка, как все нормальные люди работают, это как 20 лет. Получается, что летные пчелы будут в непогоду и будут ночью сидеть в расплодном корпусе. И они очень агрессивно настроены против матки. Тут маркер вам показал, что матку прижимают к решетке. И тем самым они вообще как бы препятствуют вентиляцию руля. А расплоду очень важно иметь как-то свежий воздух. Должен вентилироваться. Первое, что можно решить эту проблему, это можно использовать высокое дно. И если у вас плоское дно, то ваши пчелы будут сидеть в расходе. А если у вас глубокое дно, то пчелы есть возможность подвиснуть под рамки. А если у вас плоское дно, то, 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 то. Самое лучшее, если использовать эту систему, этот клуб, я не знаю как, то есть эти лишние пчелы летные будут собираться в этом месте и не гонять матку. Матка будет спокойно работать и снизу достаточно хорошая вентиляция останется для расхода. На этой картинке вы видите, что он снял решетку и вы видите, сколько пчел собралось на решетке. Это был даже день. И в это же время они продолжают греть мёд, который находится сверху. Это пустой пространство не вредит. Это пустое пространство, очень хорошо для качаевой басики, где могут пчёлы собираться. Это предотвращает затаривание. Нет, нет, пустое пустое. Это всё пустое, полностью всё пустое, весь сезон пустое. В сезон там нету рамок, то есть он как начал с нами до сбора, он полностью убирает рамки. То есть это пустое пространство, отделена диафрагмой от гнезда. Он же объяснил, если у него всё достаточно хорошо с надставками, то языки никогда не потянут. Да, потому что инстинкт пчёл всегда наверх есть. И всё лето, примерно это идёт вот так вот у него. То есть получается... И всё лето он работает по этой методе, то есть между взятками он делает контроллера и это продолжается всё лето. В конце сезона, когда он откачался последний раз, он убирает развитую решётку и заполняет пространство... заполняет машиной и ставит кормушку. В соответствии фута трога? Да, фута трога сейчас. В общем кормушка у него на край ставится. Три грамма шириной и на полной высоте, то есть на 300. В общем 8-9 кг фута рам. 8-9 кг? Да, примерно 8-9 кг сиропа заходит кормушка. Да. Я фута рам. Я фут Трога в каките-то килом, как как 10-10 кг, но отцена ушла с residence в 12. И когда я еще епит, я дам 14 кг, у меня 8-10 кг, а так и не в семье. В основном ... На втором спе я еще один маленький и тепло, но в этот день я их поте% оставил. Но они уже построены на другой возможности. И тогда я все оба уба, оба уба, и тогда я не оба за всех футболах два мутера и два врата. Другой футболах я уже сезон-другой, у меня их и посещу на 8-другой. А кем-другой футболах я после резервного года опера. И когда я узнал в семье я собираюсь, мы и собираемся о своих футболах, седьмой ватними, которые делаются в наше время. После этого я иди к ним ватними, когда я посетил через секретный полк. Здесь есть много пластилиных уголовных пунктов, но я тоже могу воздавать, то есть, что я все выбираю, а у меня как-то из-за резерия, которые 1 октября в Апеде, я их емкою в Осетию, и я с outro рабочую пункта. Если всё хорошо, то матка начинает засеивать всю эту площадь. После того, как матка это всё засеяла, он ещё поздним летом убирает пару рамок, и у него остаются ещё резервные матки, и у него есть возможность сделать отводки и сохранить этих маток. Здесь вы видите прилётную доску, которая идёт до земли. Вы видите, что происходит с проблемами. Песезиден, egal, egal welches Problem. Ich habe immer eine Lösung, die heißt, ich nehme die Wagen und drücke die auseinander, nach links und rechts, und setze in die Mitte einen Ableger rein. Ein Ableger. Also ich mache, das ist ein Problem, es ist irgendwas passiert, es ist gesperrt oder sonst irgendwas. Machst du den Ableger? Ich mache da die Wagen auseinander, eine Lücke, ein Loch in der Mitte, dass ich hier Platz habe, und dann setze ich da einen Ableger rein. Das liebst du bei einem Ableger, nicht? Mit Köhnchen, mit Brut und mit Mien. So, hat keine Köhnchen, ist egal. Hat ein Problem, hat ein Problem. So, hat ein Problem, ich nehme die auseinander. So, hat ein Problem. Он не ищет томатку, он не кормит их, он не делает самим ничего. Он просто ставит туда, переставляет рамки с одного резервного отводка. Тогда он будет поставлен. И после рамки с одного резервного отводка, он будет поставлен. Это не вредно. Это не вредно. Это делается тогда, когда он находит проблему. И дальше идет медовый корпус. Я не делаю бастлей. Я делаю тапану и не делаю, что проблем нет. И теперь, если без различных проблем, эта проблема решается с помощью резервного отводка. Что говорят? А какиеezи рамки должны подчатать себе? Где рамки rules frontline? Это безразлично. Ее Sangло важно – минималь largest борость. У меня была неいます. Прί absolutamente. Далее делаем б estер gefnonченникợ. Но решение будет сразу? Самое главное, чтобы работали хорошо хорошие. Должна быть, бомба, секс-бомба. И эта семья начинает сразу включаться в борт. Должна быть, бомба, секс-бомба, секс-бомба. В его практике показало самое лучшее решение какой-либо проблемы в этом методе. Должна быть, бомба, секс-бомба. Должна быть, бомба, секс-бомба. Третья, бомба, секс-бомба. Должна быть, бомба, секс-бомба. А он уделяет себя тем, что вы болотны земли с облотными травмами? Медленность. Это самый лучший инфейк? Инфейк? Это самый... Как сказать, это дает... То, что он красает, это дает возможность накопить пчелам жировое тело в зиму. Да, это самое лучшее, что мы видим. Значит, до операции вважаем и вважаем, а потом они podem только в этой пушке, которую я себе даю, чтобы будет с этих пушковロитов, отстанавливаться от всего... Маск ремонтной пушке, да? Нет, просто в�чок. Взчоком очень маленький пушку. Так что на храбство? Я просто маленько, ну как у нас, постоянно маленько, то есть, получается, когда фермера убирают свои поля, они вот это вот дело все садят под него, и он туда вывозит все, чтобы пчелы могли как бы остаток лета накопить жировое тело и более благополучное себя чувствовать, как сказать. Это самый лучший способ для того, чтобы можно было, ну как заменить пыльцу, если нет пыльца, что жира. Это общая крыша 1 на 4 улика? Это общая крыша 1 на 4 улика. Что ты занимаешь 4 улика? Нет, мне кажется, будет реконструкция, будет интересен, если у вас есть какой-то нормальный демон порек, да? Логики интересен acerca конструкции и тем, что мы вместе вместе к себе цвету и правую Ruth и получше здесь. Как? место я сейчас processes, которое поверьте мне лично. Л Aphmата новый год. В агусте-габ�-губ м disability? Агуст, и в сом nghĩ месяц, я решил сделать все противоположные люди, да? В августе он меняет все шматраки, во всех семье. В августе он меняет все шлепки. В августе он меняет все шлепки. Это не угрожайка, а у него есть шлепки. Я не знаю, как это будет называться. Это искусственный матчник. Он делает все через искусственный матчник и садит туда свежую, ну, свежую, шлепку. Он просто вставляет эту семью. Примерно через 10 минут матка уже свободна. Если пчелы негативно настроены к матке, то матка, получается, как бы сдвигается в завтраке. Но в большинстве случаев через 10 минут она уже свободна. Здесь есть 3 закона. Удив drainage cliffhangers. 4. Это 3? 3. 3. 3. 3. 4. 5. 7. Я скажу, что девушка вылетает и вылетает от леда. Женщина вылетает, а вылетает от леда. Держит от леда, потому что она лучше живет. Умена. Я так понимаю, что здесь работает тихий смены. И здесь есть три проблемы и три решения проблемы. В первом случае, если матка вылетает на облет, и она возвращается, как бы или не возвращается, или плохая семинар, то пчелы в любом случае еще имеют старую матку, которая работает. Второй случай. Второй случай, когда матка вылетит, и очень хорошо облетится, вернется домой, начинает хорошо сеять и работать, тогда пчелы уберут старую матку. Второй случай, когда матка вылетит, оплодотворяет, возвращается домой, и они живут вместе со своей, как сказать, предшественницей Улик-Вайон. Уже 10% в случае, примерно 10%, примерно когда живут две матки в Улик-Вайон. Второй случай, когда матка вылетит, они живут в Улик-Вайон в Улик-Вайон в Улик-Вайон в Улик-Вайон в Улик-Вайон в Улик-Вайон. Тебе, когда матка вылетит, они живут в Улик-Вайон в Улик-Вайон в Улик-Вайон в Улик-Вайон в Улик-Вайон. Продолжение следует... 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 То есть дно капитально прикручено к палетке и корпус прикручен к дну. И так как он возит все это на выдачном погрузчике, то он знает точно, что у него ничего не упадет. И так же это очень хорошо против воровства, но я не думаю, что в нашем... Потому что тут 250 килограммов веса примерно. И так же это против... Штурм. Против непогоды. Штурм. Ну что прикручено, не разлетится. У нас просто такие вещи есть, у нас летают все. А еще вопрос. А почему он не сразу не имеет? Мерто, почему ты не показываешь, что ты не показываешь, что ты не показываешь? Что ты показываешь? А почему ты показываешь, что ты показываешь это? Сколько read... За 17 апрелликаклина. Почему ты показываешь, как ты показываешь это, чем вы показываете? Используйтесь к СССР. Используйтесь к СССР. Продолжение следует... 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 И даже если там матка, которая хорошую генетику имеет, но выращена плохо, то она никого не интересует, как материал. Брат Адам сказал, что для матки должен быть святой рай. Это что для рождения, что после рождения, потому что она должна быть хорошо ухожена. И в самом начале развития матки она нуждается в мисочке, в шестерах, в шестерах и в шестерах. И в тепле. В тепле? Нет, нет, нет. Это матки. Он нуждается в хорошем уходе, в тепле, в желе районе и в мисочке. Маточник будет сделан из воска, делается из воска. И его строят пчелы строительницы. В природе получается так, что пчелы строят матки, как правило, из старого воска. Один американский репродукт показал так, что надо все это пускать в воск. В 3000 маточник там делает человека. Кабинация это много, да? По краям? Да, внутри воска нет, только по краям. Это воск так важен. Этот воск так важен, что на 48 часов мы примерно видим матки. И вот этот воск, который находится по крайней мере, они берут и строят. Так выглядит на 48 часов. Он immer reproduzierbar. Восемь? Он имеет постоянно одинаковые результаты. Они очень хорошо формированы. Поэтому, если используются циометром, то маточники выглядят очень хорошо. Они хорошо сформированы. Квилицей. Следующий этап важный – это желеоэль. И желеоэль состоит из плоти, из плоти, из плоти и из плоти. Есть очень много плоти, желеоэль. В составе желеоэль является свежая пыльца, вода, пыль и вода. Вода очень важна. Пыльцу мы можем собирать в пыльцоловители. И, как вы видите, тут идет втирание пыльцы в рамку. И, конечно, обычно у вас тоже изменhistoire всё из плоти, На самом крае он вешает рамку с водой. Он делает влажную прививку, перед этим он делает туда чуть-чуть желе райан. Это вы можете делать зубочистку или еще что-то, но не должно быть так много туда помещенного желе райана. На самом деле, она делает в начале футер и желе райан. Он может очень хорошо обвыкаться и развить себя. Затем? Он имеет очень здоровый тело, потому что он начинает делать желеояль. Почему? Он начинает ловить. Нет, 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 нет. Он начинает желеояль, да? Да, просто желеояль, и тогда она начинает ловить. Сначала идет желеояль, потом начинает прививание. И в следующем этапе мы нуждаемся, пчелы, которые ухаживают. И в данный момент есть методы по брату Адаму, когда сборная отвода. И в данный момент мы используем все в порядке. И в данном случае мы все в порядке. И в данном случае мы не можем говорить о том, что мы можем это сделать. В общем, сметаются все пчелы, убираются рамки, ни одной не оставляет он рамки с расходом, и через 2-3 часа после этого отдается двигательная рамка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень хорошо! В результате с тем, что... Да, 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 это будет подходящий. Нормально у тебя есть сейчас время, когда ты сочетаешь полинбабен, 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 полинбабен и полинбабен, и полинбабен, полинбабен и полинбабен. Но только в таком виде, как можно, не? Да, ну, у меня здесь будут, как можно, чтобы они были встали. В общем, получается после того, что вот эти пчелы как-то были, но что-то не так. Сейчас я думаю, что мы придем к этому, потому что Маленький не понимает, почему мы и делаем. Продолжение следует... 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 Сделал получается, что выходит много очень рабочих пчел, и получается их переизбыток, на основании чего как бы рождается роевое настроение и вот эта гормональная перестройка, то, что вот это написано, Hormon House Hunt. И тогда имеет отвода плюс очень много молодых пчел, которые будут ухаживать за маточниками, и плюс это имеет, как не зависит от погодных условий, что хотят они тянуть или не хотят они вынуждены тянуть, и это не зависит также, то что нет расхода, это, как сказать, от времени года, то есть вы можете по этой методике в любое время года работать. Понятно или нет? Потому что мне тоже это как бы тяжело все равно, извиняйся. Вы можете представить. Вы можете представить. Вы можете представить. Прием выше 90%? На обломе я 60 пчел. Так выглядит отвода, который был сделан для 60 маточников. нормальная семья выглядит так и она в состоянии 90 120 90 процентов прием и самое правильное это делать чтобы никто не залетел когда он выполнил свои задачи по старту он начинает стартер ухаживать за трутнями он туда вешает у него в рамках genauso gut как курина так как трухин должен быть ухожен так же как нуждается хорошем уходе так же как матка они должны быть ухожен они должны быть ухожен так как вы видите на этой картинке развитие крыльев должно быть чуть больше чем так это очень важно тепло очень важно и важно иметь инкубатор в этот инкубатор входит 800 маточников и важно если вы хотите иметь хороший прием больше 90 процентов то вы должны иметь очень хороший прием материал инкубатор не смешивать очень молодых и старых чересчур если пчелы долгое время находятся без матки то есть инстинкт ухода в первую очередь за старые личинки которые ухожен так как у них есть возможность чем можно как они хотят вырастить матку как можно быстрее и не стараются это сделать и 24 ст и только через 2 4 часа примерно они начнут хороши уход за той и 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 когда вы видите то что у вас идет прием меньше 90 процентов это говорит о том что сначала у вас большая разница в личинке и что сначала начинали кормить старые Пчел старых личинок, потом молодых. В итоге потом пчелы выпрыгали старых, и из-за этого остается низкий процент приема. И когда вы стараетесь приваться, у вас должны быть все молодые, как у одного возраста личинки должны быть. Если вы смешаете старые с молодыми, то у вас старые в процессе будут убраны. Следующий вопрос. Молодые, молодые. Самые лучшие личинки, те, которых вы не видите. Если они не видят, то есть причины, потому что, когда они ловят из ой, они ловят из ой, они ловят из ой. В этом есть одно основание. Когда происходит углубление личинки, то личинки являются прозрачными, как стекло. И если мы видим свежий желе-рояль, то он тоже кристально чистый. И когда стекло, стекло, то мы ничего не видим. Самое важное в прививке, это очень, очень хороший свет, чтобы мы имеем возможность хорошо видеть. Такое, конечно. Такое. Это очень хорошо. Это из Hurления. И тогда слово казалось о том, что здесь Лаве делали, но здесь здесь уже уже из старого. Это ещё nehел. Мы видим одну молодую личинку и одну старую личинку, это отличие, что молодая личинка прямая и нам нужно взять, как можно моложе прямую. Продолжение следует... 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 Поехали. Он не хочет, чтобы начать. Так как матка пытается заходить вовнутрь и питаться там. И Бог застревает там и погибнет. Поэтому эту часть нам надо убирать. Если оставить этот корм в матушнике, то он возможно будет капать и матка склеится и погибнет. Если он перенет матушник, то также матка может упасть вниз и также склеится и погибнет там. И решение, чтобы он поставить эти цены так, так, в 45 граде. И вот здесь, 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 здесь. На каком состоянии матки можно ходить за двух недель? Естественно, они должны как можно быстрее использовать, но они могут так уже две недели. У Маток существует две ошибки. Или Матка у вас склеилась от корма и погибла, или она с голода умерла? После того, как Матка вышла, в течение двух часов она должна быть покормлена. И потом идет четвертая, пятая кормление через четыре часа, каждые шесть часов потом идет. И потом еще несколько часов. Менгут, в течение двух часов, в течение двух часов. Если матка, конечно, аппетит хороший, то надо это делать почаще. Все это зависит от количества времени и кормления от количества и твоего времени. Естественно, после того, как матка вышла, мы можем ее дать безматочные семья. Это тоже работает. Они не пользуются аппидеей. Поехали. 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 Данах, вы Farm на настое, потом выгоните их маленькое место, и даже если они у вас там есть, там выгоните их маленькое место. Я не пытаюсь эти вещи не поясными, ни по-разному. Многие, они как-то, чтобы они угробят вложить свою такую новую тему. И если она в ней, то она не будет работа, нет функционирования. здесь. И только на что то взгляд тут хороший хозяй. Это тоже 맛бел. Потому что если тут есть ёлки, все, лекарство, то есть хранится . И вот таком, что я делаю, я сначала начался мне пожелания, если. Это не требования, потому что они не обыднят. Амерение, тоktame они. Если бы все, то у меня подбойка, тогда ретро публику я, просто отсюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И после этого у тебя получается наилучшее качество, дает это лучшее качество для матки. И ту матку, которая у тебя была, ты можешь ее использовать дальше. Апидея, так как для него это удобно, очень быстро отыскивает матки, так как надо их пересылать, это сокращает затраты. Если вы будете работать с Миниплюсом, то вам надо примерно 20 минут, чтобы найти матку, но это примерно. И попробуйте, отпакуйте 100 маток. Когда он работает с Апидея, он имеет только три рамки, это получается, дает возможность очень быстро отыскивать матку. Поэтому у него существует возможность очень много маток в день отыскивать и пересылать. И так выглядит пересылка матка. Сейчас будет тяжело мне. Не, не. Он работает под таблицей, которая сохранена на телефоне, которая ему напоминает о том, что он должен постоянно делать, как бы это не план работает, это больше ритм. Субтитры создавал Дима. у него напоминает о том что ему надо поставить назвать 6 нет и выросли потом мы забираем из нее забираем марка за всем то есть ему напоминание тем что ему надо взять рамку за всем поставить от всех там был глупо этом это и 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 Через 8 дней опять старт. И 8-таги спетер я делаю все время. Я делаю все время все время. Я делаю все время все время. Он показывает нам, что он должен делать определенные занятия, которые идут всегда 8 дней. Я делаю все время все время. Я делаю все время. Он просто должен посмотреть, что он должен делать, и он делает это. И печально, что это каждый день одно и то же. Потом эти работы постоянно идут. Если мы видим, здесь есть у меня в футболе. Я имею в виду футбол, и там нет. И теперь нет, и потом нужно стартировать их, а потом будет целеврастной бумаги. Он потом включает зеркалл. И он закрывает зеркалл. Они же перекладывались на эту бумагу. Он предлагает いщий график, как он работает. То есть, он дает рамку, прививается, он у него даже у выходной есть. Потом, когда отбор маток идет, когда прививка идет, когда примерно матки собирать надо, отбор маток, пересылка маток, раздача неплотных маток. Тут мы видим, как ее отбор маток и раздача маток с паттерами. И он не может, это должно функционировать, как сверточки. И все, 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 все. Он сделает позже перевод и у него есть канал, он все уложит в интернете, как вот этот график свой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать в Казахстан. 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 То есть получается у него стартера нету, то у него является и стартер, и семья-воспитальница, все в одном. Ну то есть получается на восьмой день запечатать, то есть пятый, пятый, шестой день, наверное, по возрасту. Я думаю, что там... Если он пользуется инкубатором, то есть у него не успевает застроить маточник, потому что они будут закрыты, все убраны в инкубатор. Но если очень сильно хорошо рьет, то, наверное, надо поставить, он говорит, митовую наставочку. Если будет семья, то кто пытался бы войти? Ну у него получается, у него безманочная семья, там, я не знаю, там, ну вот выявили, я по себе по практике расскажу, да? Он конкретно же сказал тут, что этот метод не зависит, на этот метод не влияет погода и на этот метод не влияет время года. Допустим, по нам, у нас самое лучшее время для маточниководства, это РАПС, когда, ну как бы, пчел на самом пике развития, и они очень охотно тянут маточники. То есть, по себе, допустим, мы не, ну, мы с матками тянем, мы не делаем с характера. А в июле уже начинаются определенные проблемы, потому что взятка нет, вот, ну, по себе я скажу. Тогда мы маток просто давим, и все, и тянем по 80 маток, не поет по 40. Вот, по себе, там никто никого не сгрызает, потому что выбора нет. Ну, вот, у меня. Без разницы, как вы будете подкармливаться, и пчел вы можете подставлять ранки, вы можете кормить жидко. Самое важное, то, что вы должны иметь всегда присутствия. Перпу. Давайте не будем такой уж просто, что ты скажешь. С вами не будет. Что? Он работает с заводчиками, которые покупают маток. И также сам постарается работать с тем, что имеет. Какие дела с правильщиками? Все спинтраны парк, пеннинг, каусы. Будет, будет. Нет, получается, он делает сборный отводок. Через 9 дней он ждет 9 дней. Или 10. Цена дано и так. Да? Цена дано и так. Парк, господа. Десять дней, через 10 дней он была мой отмазочник и убирает все рамки, полностью все, что там есть. Да, отводок не знаю, я сказал, это сборная отводок. И вот потом идет пыльца, приличная рамка пыльца, приличная рамка и вода, самая крайняя. Но там может быть больше. Да, там. Это стартер брата Адана. Мы можете работать так, как вам хочется. Это конкретно по Адану было рассказано. Мы же видели, я не знаю, вы смотрели, там картинки показывают. Но если собранный отводок был, стало бы 12 рамок расплодает, представляю, если бы это пусть. Это сварь, сварь, брутрейнг, не знаю, я забыть. Да, 12 рамок. Вот мы видим, что здесь есть примеры силы и примеры того, сколько маточникам дается на воспитание. Важно, что это самое правильное, это вот этот воздух, который дает футбол, который дает футбол. Он для тех, что он делает, которые дает футбол, который раунд, чтобы дает футбол, кто-то не верит, В общем, самое, что он думает, самое важное, это джели-рояты и вот этот воск, который на вот этих мисочках. В общем, он покупает у одного человека, который специализируется на производстве джели-рояты, да? Я так скажу, знаете, про сверти фрага на ВИФИ и фолькерах ответил, что хорошо, наверное, констов фрага на ВИФИ и фолькерах. Кто массовый? Он, что, даст манфраг, где-то сколько массовый? Да, все. 400. Я вообще, как бы, я считаю такой вопрос, сколько семей, да, там, или сколько женщин, это маленькая неуместная, да? Потому что у немца есть такая пословица, если хочешь, тебя обманули, спроси у Пчелова, сколько у него семей. Пчелова, сколько у него семей. А литок открытый или закрытый? Да, флюклерс-фолк, она помнит, я шкарегита. Литок открытый только, это дистантер, поймите, мы сейчас вот возродились опять назад. В этом состоянии стоит, как-то семья воспитательницы, то есть он в ней стартует и воспитывает до, то есть получается, 5-6 день, когда запечатан маточник, он изолирует маточник и сразу убирает инкубатор. В этот, получается, как бы отводы, да, так скажем, дается трудневая рамка для воспитания дальнейшего. Пчелова, сколько у него сейчас? чтобы оно, естественно, холодное не было, чтобы маленько согретое было, просто как не замороженное, просто охлажденное и не разбавленное водой. Вот опять, семья воспитанницы идем. Как-то где толпу закрытую? Что если не толпу закрытую семью у вас? Вы, как вот, честно скажу, да, вот, ладно, там, перевод, проблема, еще что-то. Человек конкретно, я всегда его слушал внимательно, грубо говоря, но я вынужден внимательно слушать. Человек прекрасно показывал, где была перед литком изогрительная решетка. Кто видел? У нас есть доступ к вам, и, кстати, да. Да, мы же, а мы доступ к вам. Продолжение следует... 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 Он знает, как бы, он знает, что, как сказать, в его жизни был опыт, когда Карника начинала родиться, но она работала по сфере схемы, то есть она закладывала маточники, но маточка продолжала дальше работать, и сеяла. И, конечно, это плюс, плюс, еще еще раз, что я могу взять в благое бакфаз, чтобы они сначала бакфаз в холмар, в фрисшем бакфазе, и я могу их снять и не подгонять их больше, чтобы они не будут взвешенными. Они не должны там брать, чтобы они не подгонять их в холмар, и они также лагерут налоги в холмар. Они также имеют это во всеми любимые бакфазы в холмар. Большой плюс Бакфаса заключается в том, что Бакфас постоянно предпочитает вкладывать мёд в светлые рамки, и это дает возможность постоянно ставить только корпуса наверх, наверх, наверх. Это как ему профессионалу, пчелову, облегчает работу. Витур, это как княж, и я могу сказать, что Кайанар сшит. Да, мы будем организовать. Мы организуем это. С удовольствием, Прадаса. Да, я покупаю Кайанарик, а я. Это хорошо, Эмманур. Разделите эти флаги, берите контакт. Махните шнурки. Включите телефон, сфотографируйте контакт. Включаем телефон, настраиваем камеры. Спросите у Виталия. Или внят задельную плату. Оборудование реанимирования Германии есть? Нет у нас ничего такого. Спасибо. 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 В Германии нет конкретного закона какого-то, либо который запрещал бы нам держать то и то. В Австрии есть закон, который ранирует народное реанимирование, но там начинается каскать народное волновение в Человодах. Какой кидах ты хоть? КРИЯ. КАСТО ЭЛЛВОН. КАСТО ЭЛЛВОН. Я работаю с Элгон, потому что Элгон мне всегда begegnет. Я купил много Бакфаст-Класса из Зюштера. И я смотрю на Пенегресс, который был в Стамбок. И я смотрю, что эти Лиды, которые мы делали, они всегда были в Элгон. Я смотрю на этот Зюштер. Я смотрю на этот Зюштер, который был в Стамбок. Я купил все зюштеры, которые были в Пенегрессе. И когда я купил много материалов, И когда он рассмотрел всю родословную, он в каждой родословной видел как бы те линии, те пчелы, которые ему нравились, он в каждой родословной видел колден, что был вмешанный. Тогда он пришел к выводу, что ему надо найти эту пчелу, и он съездил в Данию, в Данию, в Деньмарка, в Деньмарке, в Деньмарке, в Деньмарке. И он очень доволен тем, что они очень хорошо держат гнездой и могут сами о себе как бы заботиться, как бы не занимают очень, ну если по нашему сказали, короче, не напрягают. И плюс вароустойчивость еще нехорошая. В течение 15 лет, последний Хэрик Хостон, он выбирает тех пчел, которые их лучше перезимовали, то есть чисто поровные имею в виду, да, и он в течение... И это вот этим путем, который отбор, то есть лучших семей, которые перезимовали, он уже 15 лет не обрабатывает пчелу тваратоза. И, кстати, в Деньмарке, очень привлекает шейсе в Деньмарке. Играет музыка. в Германии. Куда их поткнуть там всех? Денис был, по-моему, сказал, в Баварии, в одной только 45 тысяч человек. Это самый развитый, как я знаю, великих хлебоносцев. Спасибо, Анатолий. Продолжение следует. Продолжение следует.